У микрофона Елена Синько. Добрый день. О возведении электродомов в футбольном чемпионате Беларуси и ситуации на областных дорогах. Все в этом выпуске. Голос Елены Синько, ведущей радиопрограмм, слушатели вряд ли с кем-то могут перепутать. В прямом эфире ни одной ошибки за все 8 лет работы. И каждый новый сотрудник, несомненно, берет пример именно с нее. В течение дня Елена рассказывает об актуальных новостях. Более того, она автор уникальной и любимой программы «Кофе с комплиментом». Кстати, теперь она есть в эфире телеканала «Гродно плюс». Формат радионовостей существенно отличается от новостей, которые мы привыкли видеть в средствах массовой информации, в частности, печатных или интернет-ресурсы. Там у читателя есть возможность вернуться глазами назад и еще раз прочесть строку, проанализировать ее. Формат же радионовостей предполагает сразу подачу информации для слушателя в готовом виде, то есть безоговорочно. Какая она прозвучала, такая она и есть. Что же касается нашего радио, то невзирая на то, что мы являемся городским радио, формат новостей, которые мы предлагаем слушателю, это и мировые новости, это и республиканские новости, спортивные, культурные. Не обходится без бантика некой такой смешной добавочной информации, чтобы поднять настроение слушателю. В любую погоду, в самые неожиданные места и даже после окончания рабочего дня Анна Соловей готова поехать куда угодно ради хорошего новостного материала. Студентка 4-го курса Купаловского университета в штате Гродно-Плюс всего полгода. Но этого минимального времени ей хватило, чтобы показать коллегам, что она может называться журналистом и довольно неплохо справляться с любыми задачами. Помимо работы в новостях, Анна – автор и ведущая программы «Криминалу.нет». В принципе, работа журналиста мне очень интересна и была интересна всегда. Мне нравится каждый день общаться с новыми людьми, мне нравится узнавать что-то новое. И эту работу нельзя назвать однотипной, поэтому для меня она вот такая, какая есть, она идеальна, она прекрасна. Работаю на Гродно-Плюс мне нравится потому, что каждый день мы делаем новости про этот город, мы делаем новости про людей, про локальные события. Телерадиовещательный канал Гродно-Плюс появился в Гродненском медиапространстве 12 лет назад. Много это или мало сложно сказать. Ясно одно – сделано очень много и очень многое еще впереди. Это центральная аппаратная нашего телеканала. Как и студия радио – это техническое сердце всего телерадиовещательного канала Гродно-Плюс. Но в любом творческом коллективе самое главное – это люди. Их профессионализм и креатив не начнет работать, если мы с вами нажмем на любую из этих кнопок. Поэтому мы каждый день стараемся, чтобы вы получали интересный и качественный контент. Телерадиовещательный канал Гродно-Плюс – это телевидение, радио и журнал. То есть охвачены все классические площадки журналистики. Журнал «Гродно» выходит раз в месяц, только свой день рождения он отмечает в декабре. Современные прогрессивные СМИ уходят в интернет. Мы – не исключение. Активно развиваем социальные сети и телеграм-канал. Конечно, Гродно-Плюс пошло в другие регионы. Многие кабельные операторы хотят нас видеть. Я могу озвучить это Дятлова, Воронова. Но мы сделали акцент и нас поддержали. Интерактивные сервисы. То есть для кого не секрет, что современные телевизоры позволяют смотреть без всяких кабелей телевизии, подключив какую-нибудь видеоплощадку. К примеру, мы сейчас доступны с помощью видеоплощадки «Мегагол». Что касается радио, сейчас активно прорабатывается вопрос в нашей стране включения так называемого цифрового радио. Сейчас эфирное радио, оно все-таки аналоговое. Цифровое – это другой формат. Как это будет, неизвестно. Известно только, что территория покрытия сразу увеличивается практически до всей страны. Телерадио-овещательный канал «Гродно-Плюс» всегда привлекал, и мы уверены, будет привлекать гродницев. Ведь мы сконцентрированы на проблемах и событиях местного масштаба. Близость к телезрителям и слушателям, четкое понимание и обсуждение действительно актуальных для города вопросов. Доверительный тон репортажа, возможность 24 часа в сутки быть в зоне доступа горожан и выезжать на место события. Мы можем и хотим быть рядом. Яна Миличенко, Виталий Рубанов, Андрей Шаповалов. Новости «Гродно-Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова